Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома, 93,9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня его проведем мы, Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. А помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. И прежде всего мы начнем и представим нашего гостя. По традиции напомню все каналы связи. Во-первых, телефоны прямого эфира. 672 12 99 и 672 13 99 звоните. А также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. А в гостях у нас сегодня директор Балтийского форума Александр Васильев. Здравствуйте. Добрый день. В этом году Балтийский форум отметил своеобразный юбилей. 15 лет назад это мероприятие стало проходить в Латвии. Но прошло с тех пор 18 форумов. Вот, может быть, можно подвести какой-то промежуточный итог? Что изменилось за эти годы? Как вы начинали? Что получилось? Спасибо за слово «промежуточный итог». Да, конечно, за это время прошло очень много времени. И форум сам изменился. Помните, конец 90-х годов, тогда все отношения латвийско-российские, в первую очередь, находились на самой низшей точке. И в то время, когда даже и пример, по-моему, был из-за национал-радикалов, мы всерьез задумались, а кто же такие нам россияне? И одна из первых конференций в 2000 году, по-моему, так и называлась «Латвия и Россия. Друзья, враги или партнеры». То есть приходилось просто вначале как-то выяснять нам отношение того, кто мы такие есть. И когда в конце 90-х годов и часть латвийских политиков, общественных деятелей, представителей науки, культуры собрались вместе для такого проекта и нашли своих сторонников в первую очередь в России, мы вот занимались этими вопросами. Постепенно тематика расширялась. Это уже были европейско-российские отношения, особенно после вступления Латвии в Евросоюз. Но сейчас уже последние два года, особенно после того, как разразился и, к сожалению, продолжается кризис, вопрос, какой мир будет в глобальном разрезе, в глобальном виде. То есть это уже не латвийско-российский форум? И, может быть, поэтому как-то президент Балтийской форы Иоанн Сурбанович предложил такую формулу – это ежегодная прививка Латвии против провинционализма. И, в принципе, у нас нет недостатка больших каких-то мероприятий с привлечением больших каких-то авторитетных специалистов. У нас как-то в основном перекос идёт в сторону Запада. Мы приглашаем, значит, европейцев, влиятельных американцев, и у нас они тоже есть. Если кто посмотрит программу, у нас есть ведущие специалисты из таких стран, как Германия, Франция, Бельгия, но есть и, естественно, представители Америки. Дмитрий Саймс, в частности. Дмитрий Саймс, который неоднократно приезжал, в данном случае господин Нур, который представляет ведущий эксперимент, эксперт в условиях разоружения. Но наша фишка отдельная – это всё-таки в первую очередь российская делегация, которая всегда авторитетна. И я могу без лишней скромности сказать, что тех уровень участников россиян, которые приглашаем мы, наверное, никто другой в Латвию пригласить не может. Это первое. Второе – последние пять лет у нас самые авторитетные специалисты, эксперты из Китая, и мы считаем, что это обязательно у Латвии. Если Латвия хочет быть мостом между Востоком и Западом без Китая, без Китайской Народной Республики, наверное, это уже нельзя получить. И, конечно, мы предлагаем такие растущие восточные страны, как Казахстан, Турция, в этом году Азербайджан, которые тоже на подъёме, тоже показывают хороший темп развития. И без них, наверное, будущего мира в глобальном, в мире в Евразии мы предусмотреть не можем. 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните с телефона прямого эфира, также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. Насколько я помню, балтийские форумы, как правило, проходили весной. То есть вот это последнее мероприятие можно считать каким-то внеплановым, может быть, был какой-то особенный повод собраться? Ну вот у вас была заставка рекламная, это, ребята, я стучу, ломаю вам дверь. Также у нас была фраза, всегда в последней неделе мая месяца мы собираем своих друзей, мы с друзьями собираемся только не в баню, а в Юрмалу. Да, мы всегда собирались в последние выходные мая месяца, и в будущем году мы обязательно соберемся в конце мая месяца. В этом году для того, чтобы не поставить многих участников в неловкое положение, потому что Рига принимала в эти же числа, значит, Балтийский форум развития, и это первый момент был. И второй момент, второй день прямо совпадал с выборами самоуправления. И нам не хотелось, чтобы в очередной раз нас записали как бы вот в людей, которые оказывают реальное влияние на политическую ситуацию в Латвии. Мы стараемся как-то все-таки, ну не хочу сказать отстраниться, но все-таки дать почувствовать людям возможность не навязать какую-то одну точку, а все-таки дать возможность разобраться в каких-то вопросах. И для этого лучше, может быть, в этом году и получилось так, что осень, когда многие события уже произошли, участники форума из многих стран могли спокойно проанализировать, что случилось в мире с безопасностью. Это начиная с той же Сирии, это начиная с тех нелегких отношений нашей страны с восточными соседями. Та ситуация, которая на Дальнем Востоке, все в едином, и получается глобальная безопасность, и вот возможность спокойно проанализировать, значит, может быть, это время как раз и идеально. Но мы вернемся к своей традиции, и в следующий раз соберемся в конце мая месяца. А вы говорите, что не хотели, чтобы вас обвиняли в попытках повлиять на политику, а такие обвинения звучали? Ну, как-то, например, в 2009 году мы проводили в Доме Черноголовых свой форум. Ну, на следующий день газета напечатала, одна из латвийских газет напечатала о том, что вот, значит, лидеры Центра Согласия застолбили плацдарм для захвата Рижской Думы. Ну, надо сказать, что они оказались абсолютно правы, да, в конечном итоге. Но, возможно, все-таки правильнее было бы нам уйти, как бы отойти от этого, и, наверное, в этом случае это оказался выбор, даты оказался правильным. А как считаете, в принципе, организация подобных площадок и форумов, она может оказать какое-то влияние на внутреннюю политику Латвии? Ну, я думаю, безусловно. Вот, возьмем, к примеру, этот форум. Видите, в чем дело? Мы рассматриваем Балтийский форум не как одну международную конференцию, которая является ядром этого. Эта конференция как бы главная, но вокруг нее собираются и другие какие-то возможности показать Латвию сорубежным нашим ведущим партнерам, но, с другой стороны, и партнерам разглядеть эту Латвию, да. Да, смотрите, наш пример, гость, один из влиятельных россиян, помощник президента Путина Игоря Левитин, который является, наверное, лучшим специалистом в области транзита. Он приехал, участвовал в первом разделе форума, но у него была отдельная программа, встреча с ключевыми министрами, с президентом страны, с мэром города Риги. И, помогая, участвуя в создании, как бы, и в реализации этой программы, мы помогли, как бы, и такому эксперту, и, с одной стороны, а другому, высокопоставленному российскому чиновнику, лучше узнать Латвию, познакомиться с ней и с тем, чтобы отношения наши улучшились. Вот один момент. Другое, как бы, другое направление. Это сюда приехал десант ведущих, даже не журналистов, а руководитель ведущих СМИ. Это, например, президент газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Это известный кинодокументалист Леонид Млечин, который, мы регулярно видим его документальные фильмы на ТВ-центре. Автор книги «Мои друзья-диктатор», кстати. Кстати, очень неплохая книга. Вот, российская газета, «Московский комсомолец», «Коммерсант», «Реановости». И для них специальная программа делалась. Показать нашу транзитную сферу и, с другой стороны, поездить, они поездили по Латгали, и показать страну им, как она выглядит. Потому что не секрет, то, что часто мы читаем о Латвии в российских газетах или на телевидении, далеко не всё, но показывает Латвию в том разнообразии, в котором мы её знаем. Ну и последнее, может быть, впрямую не связано с Балтийским форумом, но всё-таки мы презентовали книгу, третью книгу «Черновики будущего» и воспользовались тем, что все три автора, двое латвийцев, Урбанович и Пайдерс и россиянин Игорь Юргенс были вместе. Мы презентовали эту книгу, которая описывает, может быть, одну из самых драматичных периодов истории Латвии. Это Латвия 1948-1955 года. Что касается мифов, существуют ли они, скажем, в сознании россиян, приходится ли что-то развенчивать в отношении Латвии? Сталкиваетесь с какими-то стереотипами? Ну, вы знаете, будем говорить о том, что, будем честны и откровенны, у россиян Латвия занимает далеко не первый приоритет. И те люди, которые приезжают, представляющие президентов отраслевых институтов экономики или мировой международных отношений при Академии наук Российской Федерации, или МГИМО, или в ведущих центрах, которые разрабатывают стратегию, значит, внешнюю политическую стратегию России, Латвия занимает далеко, в лучшем случае, во втором или, может быть, даже в третьем десятке. Они это часто смотрят в контексте... Латвия в контексте, может быть, европейском. Латвия, как небольшой сегмент, может быть, отношений с Соединёнными Штатами Америки, с НАТО. В этом смысле, да. То есть, такой комплексный подход. Но многие люди, которые приезжают на Балтийский форум, они хорошо следят, внимательно следят за событиями в Латвии, и их довольно трудно убедить в чём-то... Не убедить, может быть, а в чём-то, может быть, их исправить и откорректировать. Но то, что они встречаются здесь с министрами, с ведущими работниками крупнейших предприятий, с министерствами, ведомствами, это, конечно, влияет. И на них, и опосредственно, я очень надеюсь, и на наших представителей министерств, нашей политической элиты. Ну, что касается таких традиционных эмоциональных вопросов, как марш легионеров в Аф-НСС, с проблемой неграждан, проблемой русскоязычного населения, насколько Ваших гостей эти темы интересуют? Ну, Вы знаете, я здесь, может быть, хочу согласиться с их мнением, потому что они считают, что многие эти вопросы, они проявления, они следствия тех глубинных процессов, которые здесь происходят. Это внешнее проявление, которое можно увидеть один или два раза в году. Это когда, может быть, журналисты сейчас российские приезжают первым делом. А вот где у Вас тут эсэсовцы гуляют? Давайте мне покажите, пожалуйста. Или как у Вас тут, если я пойду, скажем, в клуб, я вот заговорю по-русски, как ко мне отнесутся? Да нет, я думаю, те эксперты, которые приезжают, они больше рассматривают того, какие процессы проходят в экономике. Как повлияют на Латвию те процессы, которые идут в Евросоюзе, например, по поводу федерализации Европы? Или вхождение, анализ того, как Латвия переживет и что изменится с уступлением ее в еврозону? Как это повлияет и на Латвию, и на саму еврозону как таковую? То есть идет довольно серьезный анализ внутренних проявлений, а не внешних каких-то отражений в политической или общественной жизни. Александр Васильев, директор Балтийского форума, гость нашей студии. Сегодня не переключайтесь, сейчас прервемся на новости и рекламу, но обязательно вернемся. Мы знаем, вы слушаете. Радио Балткома, 93,9. Ну, мы продолжаем эту программу «Разворот». В студии работает Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. А помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня директор Балтийского форума Александр Васильев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, поговорим о книге «Черновики будущего». Презентация второй части, если не ошибаюсь, книги... Нет, уже третьей. Третьей части книги составилась как раз в рамках Балтийского форума. О чем эта книга? Ну, во-первых, хочу сказать, это подарок вам, я ее принес. Она еще не поступила в печать. И я надеюсь, она вызовет довольно большой интерес. То есть это такие эксклюзивные экземпляры у нас в студии сейчас? У вас пока абсолютно эксклюзивные. Тем более она уже получила столь высокую, так скажем, в кавычках, оценку наших уважаемых коллег из телевидения ТВ-3, из передачи Нейка Персенеги, которые, видимо, за неполный день смогли прочитать более 700 страниц книги. И, взяв одну цитату, приписали авторам о том, что они прославляют советское прошлое и чернят как бы историю Латвии, историю латвийского крестьянства, хотя книга совершенно не о том. Фактически они вырвали фразу из контекста и приписали авторам абзац, который был взят из доклада председателя Госплана Латвийской ССР Дегловса, посвященный принятию пятилетки 46-50-го года. То есть это цитата из документа? Из документа. Ну, видимо, коллеги настолько непрофессиональные, что даже не разобрались, откуда эту фразу они взяли. Как-то будете реагировать на эту передачу? Я думаю, что будем реагировать. Я думаю, что каждое непрофессионализм, а фактически это вранье должно быть наказываться в законном установленном порядке. То есть в суд пойдете? Ну, для начала мы обратимся, я думаю, что обратимся в Национальный совет по электронным СМИ, а после этого, возможно, будем судиться. Но я думаю, что главное не это. Главное то, что книга вышла. Главное то, что книга о истории, о истории, которая у нас и не белая, и не черная, как это было, может быть, в советское время, когда прославляли успехи творческого поступательного труда в первые послевоенные годы, и не о том черном окраске нынешней истории Латвии послевоенного периода. Первая книга разная. Она обо всем. История не может быть черно-белой, она в разных оттенках. Это первое. Второе, что нам было очень важно, что история Латвии не уникальна как таковая. Латвия, она составная часть общих процессов, которые проходили в бывшем Советском Союзе раз. То есть получается, что нет никакого особого пути, который мы прошли? Многие процессы, читатели книги эти увидят, они схожие были и в республиках Прибалтики, в таких странах, как Эстония, Литва, Прибалтика, вот тем, как она называлась в то время, в Западной Беларуси, в Западной Украине очень схожие. Но схожие процессы проходили и по другим регионам. Но это только одно. Еще второе. На все, что происходило в стране и в республике, очень сильно влияла общая мировая ситуация. Это разрушенная до основания Европа, это начало холодной войны, это война в Корее, которая унесла несколько миллионов жизней, о чем мало кто знает. Это и возможность войны, и многие об этом в книге подробно описаны, многие ожидали, что война в 50-м году, Третья мировая война, вполне могла начаться. И все это тогда в этом контексте, то, что описывается событие в Латвии, и то, что фактически историками, кроме массовой депортации 49-го года, не изучается, приобретает совершенно другие оттенки и совершенно другой смысл. Во время работы над книгой приходилось сталкиваться с какими-то трудностями? Учитывая, что вы затронули такие табуированные в какой-то степени темы. Вы знаете, может быть, еще тогда я скажу о третьей задачи книги. Это не книга самих трех авторов. Они дают свои краткие комментарии, но в основном это сборник документов. Документов, которые, в принципе, в свободном доступе. Сейчас все архивы у нас дигитализированы, их можно получить довольно легко. Плюс к этому, то, что мы могли собрать, значит, из документов, относящихся к советскому периоду, мы дополнили воспоминаниями и исследованиями, которые выходили на Западе в 50-е, в 60-е годы, которые анализируют ситуацию в советской Латвии из-за рубежа. И также тут более, может быть, поздние воспоминания участников, причем живших в разных местах и на частях Латвии, о том периоде, сложном периоде. И вообще авторы ее называют, в принципе, книга «Триумфа и позора». Потому что одновременно были большие надежды и огромные потери, огромных, как бы, этих иллюзий. Свершения, которые, в принципе, Латвия не знала, и тысячи жертв, которые были принесены на алтарь. Она была действительно великая история, и ее надо именно таким образом понимать. Насколько, на Ваш взгляд, массовый латвийский и даже латышский читатель способен как-то по-другому воспринимать этот период, учитывая, опять же, вашу историю с накоперсинок, и не знаю, насколько это был журналистский непрофессионализм, или, может быть, какие-то мифы, которые в обществе существуют. Вот, условно говоря, россияне и русские пишут книгу о латвийской истории в том числе. Ну, то есть, что-то уже как бы подозрительное. Учитывая вот эту подозрительность, которая все-таки в той или иной степени в латвийском обществе присутствует, насколько, на Ваш взгляд, массовый читатель, в том числе латышский, способен как-то по-другому воспринимать? Вы знаете, в современном мире все определяется часто покупаемостью и продаваемостью. Вот, может быть, это, конечно, такой подход, может быть, не подходит, может быть, какой-то интеллектуального продукта, но в современном мире, к сожалению, это так. Первая книга, которая вызвала наибольшие споры, описывала 1934-1941 год. Она, по версии из торговой сети Валтерс и Рапа, держалась в тройке самых продаваемых книг в Латвии, всех книг на латышском языке, в течение полутора месяцев. Точно такой же успех ждал именно латышское издание второй книги, относящуюся, значит, к 1941-1947 году. Тоже к крайней мере истории. Книга просто продавалась. Ну, и люди, которые, значит, прочитывали книгу, часто просто задумывались о многих вопросах, которые совершенно по-другому. Для этого надо было взять. Конечно, при этом мы получали письма, которые говорили, вашу вредную книжонку не читал, но свое категорическое, отрицательное мнение имеем. Но поэтому книга сделана таким образом. Если ее берешь, в ней так много фотографий, копий документов, всевозможные графики, диаграммы с конкретными цифрами, что ты начинаешь как бы уже знакомиться, просто пролистывая ее. Не хочешь читать мнения авторов, ты считаешь их, значит, тенденциозными. Читай просто документы. Мне нравятся документы, авторы тенденциозно подобрали документы, ищи новые документы. Но главная задача книги – заставить думать, читать и искать. Не знаю как, но мне кажется, нет и не может быть в Латвии, в современной Латвии, абсолютных авторитетов историков. Может быть, сейчас мы пришли к тому, что каждый из нас, кто интересуется историей своей страны, должен изначально изучать ее сам. И для этого книга назначена. Это ее супер-сверхидея. Давайте примем звонок, одевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот какая вам мотивация рассмотрения вот такой истории, вот такого взгляда истории, которая сейчас существует в Латвии? Почему вот люди создали такую историю, которая освещает какую-то одну сторону, не охватывая другую, причины, следствия и так далее? Скажите, пожалуйста, почему это все создается, вот этот миф исторический? Спасибо. Ну, я думаю, что я не открою никакого секрета. Это фактически очевидно. И в советское время, когда у нас был институт, значит, истории партии, который исследовал этот период, он исследовал с одних позиций. Сейчас для того, чтобы историку исследовать тот или иной период, надо получить определенный грант. Грант, который выдает либо наше, значит, государство, либо он получает грант по каким-то другим, значит, направлениям, от каких-то других фондов, от других каких-то, значит, каких-то общественных организаций. Все это очень сильно политизировано, и часто, так как это было и в советское время, многие мифы подгоняются под конкретные требования современных политиков. Политики этим пользуются. Учите, если в Латвии, мы всегда славимся своей уникальностью, если в Латвии 20, более уже 20 лет правы все время остаются у власти, это говорит о чем? Это говорит о том, что и, с одной стороны, и исторические вот эти мифы, которые насаждаются и культивируются, ну и, конечно, определенная, скажем, этнополитика, которая проводится, приводит к тому, что существующая большая партия, тасуемая часто по другими названиями и другими политиками, она остается у власти в течение 20 лет. Но это проблема партии, политиков или проблема общества? Ну, если общество продолжает доверять таким политикам и не происходит какого-то изменения в развитии, не изменения тенденций в стране, это о чем-то говорит. Вы говорили, что первый Балтийский форум прошел как раз тот момент, когда были довольно прохладные, может быть, отношения между Латвией и Россией. Насколько я понимаю, это тоже зависело от политиков, которые, в свою очередь, по вашим словам, влияют на интерпретацию истории. С тех пор, с того момента, как-то изменилась, наверное, политическая ситуация, отношения к России у нас тоже меняются. Ну, не каждый год, но буквально каждые 5 лет, как минимум. Отношения к истории и к болезненным каким-то моментам нашей совместной, может быть, истории за это время изменилось или нет? Потому что все-таки не такое же консервативное правительство, наверное, на сегодняшний момент, как, допустим, можно вспомнить какие-то примеры вот за последние 20 лет. Ну, безусловно, я скажу, что тенденция есть, если брать российско-латвийские отношения. В какой-то степени, мы часто говорим, возможно, и в этом есть небольшая какая-то наша заслуга в этом. Потому что вначале к нам, конечно, не приходили министры и прочие, но они прислали своих референтам и часто звонили нам, а вот материалы, вот те, эти выступления обязательно пришлите нам. Конечно, были кулуарные встречи и 10 лет назад, уж я про нынешнее время не говорю, поэтому, ну, вода камень точит. В том числе, не только с помощью Балтийского форума, и с других каких-то наших коллег и мероприятий. Также меняется, наверное, и как бы видение истории. Видите, в чём дело? В чём ещё сложность этой книги? Если если современников периода 34-го года, 41-го года, даже 45-го года осталось не так много, то как раз те, которые родились и которые жили в конце 40-х, 50-х годов, их очень много. Многие из них прекрасно помнят о том, как им жилось, может быть, в детстве, может быть, в молодости, в юности, в этот период. Их труднее обмануть. Их труднее как-то им как-то подтасовать эту историю. Ну и потом, я думаю, что наша задача, в данном случае меня как издателя и авторов книги, задача не в том, чтобы дать книгу, которая сразу станет очень популярной и сразу станет будет отвечать нынешним как-то настроениям. она, возможно, и из-под вали. Это может быть тот первый, один из первых камышев, который должен вызвать как бы общую лавину и понимание того, что история всё-таки, она разная. На Ваш взгляд, это понимание дойдёт до массового, не знаю, жителя Латвии? Потому что всё-таки исторические книги на 700 страниц это довольно, ну, скажем так, нишевое издание. То есть, можно ли повлиять на большинство жителей Латвии? Ну, вы знаете, есть такое понятие как лидеры мнений. Их немного, их где-то 5-7 человек, но чем дальше, у нас получается, что люди уже не так внимательно, и это, наверное, очень хорошо, прислушиваются тому, что им пытаются навязать средства массовой информации, телевидение, радио, даже в интернете. они часто спрашивают своих знакомых, своих каких-то друзей, которым они доверяют, лидерам мнений, и спрашивают, а так ли это? Так ли это было тогда, и так ли то, чего проходит сейчас, отвечает нашим каким-то чаяниям и желаниям? И если всего лишь эти 5-7% прочитают эту книгу или какую-то другую, и они, естественно, знакомятся, то мы, наверное, свою маленькую как бы миссию уже выполнили. Вы сказали о том, что книга была лидером продаж, первая часть и вторая. В абсолютных цифрах тираж какой у книги? Ну, если говорить о первой книге, латышскую книгу мы выпустили тиражом 2000, это считается очень большой тираж для Латвии, и потом вынуждены были допечатать еще 4000 книги. В этом тираж третьей книги пока очень скромный, это 1000 на, значит, на латышском языке, и 1750 это на русском. Возможно, мы и допечатаем, но я думаю, что на данный момент это вполне достаточно. Книги мы полностью выкладываем в формате PDF на своем сайте, то есть каждый сможет ее распечатать как бы один к одному. Было интересно, что Роспродаж, хотя нас все отговаривают, это именно пришелся на тот момент, когда мы выкладывали в PDF. Видимо, люди читали, смотрели, им становилось интересно по содержанию, и они понимали, что лучше все-таки поддержать в руках настоящую книгу, нежели распечатать ее на ксероксе, на принтере и потом размножить на ксероксе, что, в принципе, наверное, где-то по стоимости будет где-то соизмеримо, но все-таки для многих людей это, наверное, хорошо. Возможность поддержать свежеотпечатанную книгу в руках это, наверное, удовольствие. Книга рассчитана исключительно на внутренний латвийский рынок или у вас есть какие-то планы, амбиции, скажем, поработать на российском рынке? Ну, во-первых, мы пошлем часть тиража соавтору Игорю Юргенцу и будет презентация в Москве. Книги увезли с собой вот те журналисты, которые были на форуме и они сказали, что они обязательно прочитают, их будет это интересовать. Ну, и последнее, последнее, такая, может быть, экзотическая новость. Значит, тот исследователь Шанхайского института международных отношений, который он был, он ознакомился, он пролистал эти книги, он запросил через посольство значит, макета всех трех книг и, возможно, книга выйдет на китайском языке. Все три книги выйдут на китайском языке. А если не секрет, каков бюджет этого проекта? Потому что часть вы дарите, часть еще куда-то уходит. Насколько я понимаю, не совсем на коммерческих таких рельсах? Ну, это, конечно, не коммерческий проект, это, конечно, не коммерческий проект, я могу, здесь секретов никаких нету. Стоимость в печати одной книги на латышском языке это три лата, три лата, по-моему, пять сантимов. Вот, русская чуть дешевле, потому что тираж был больше, это, по-моему, два лата 60, два лата 70. Вот, но авторы, естественно, авторов, это их личный проект, поэтому они, естественно, ну, гонорар за это не получили. Ну, также дизайнеры, переводчики и прочее. Ну, вы видите, в чем дело, многие, политические форумы это та организация, в которой работают всего лишь, наверное, два-три человека, но в основном это те люди, которые всегда объединяются для решения каких-то глобальных проектов, будь то конференция, будь то книга, будь то какие-то другие наши мероприятия. И, вы знаете, ну, к удивлению людей, готовых работать для реализации каких-то очень хороших идей, людей профессиональных, людей знающих, в Латвии, к счастью, еще остается много. Александр Васильев, директор Балтийского форума, гость программы «Разворот сегодня». У нас есть звонок, одевайте наушники, здравствуйте, вы в эфире, говорите. Добрый день. Значит, третья книга, ну, она, наверное, все-таки, боюсь, взять на себя смелость широкими слоями нашей общественности будет признана такой же вредной, как и две предыдущие, потому что у нас же подход очень простой, даже если там есть объективно интересные факты, которые подлежат, может, даже дискуссии или там осмыслению, но, значит, базис отрицания оккупации зачеркивает, так сказать, все плюсы дальнейших исследований. Вы знаете, вот Латвия, наверное, как и многие с республики, к сожалению, постсоветского пространства, она, значит, страна с туманным и, боюсь, значит, с мрачным будущим, потому что все они пытаются изменить свое прошлое. Как говорил Конфуций, кто хочет изменить свое прошлое, никогда не обретет хорошего будущего. Спасибо. Согласны с этим? Ну, тут трудно не согласиться. Трудно не согласиться. То есть, страна печального будущего. к сожалению, Латвия, как и многие постсоветские республики, с непредсказуемой историей, да. И когда, ну, что там греха таить, многие историки, которые сейчас подтверждают те или иные тезисы политиков, раньше были ведущими работниками тех институтов, которые находились в прямом подчинении Коммунистической партии Латвии. Ну, к сожалению, ну, вот, это та страна, в которой мы живем. Поэтому, может быть, и находится много людей, которые готовы нам помогать в этом деле разобраться. У нас был анекдотичный случай со второй книгой, когда меня, как издателя, и Юрия Сапайдерса, как автора, вызвали на ковер, скажем так, значит, в Институт истории при Латвийском университете. И Юрию спросили, как вы географ посмелили писать об истории? Он говорит, я, как президент союз журналистов, имею право писать, скажем, историческую публицистику. В чем здесь, в чем проблема? Ну, вот, то, что многие наши ученые, не только в истории, как-то очень, очень так, ревниво воспринимают, то, что их пытаются, непрофессионалы, как-то влезать в их огород, да, но, к сожалению, другого выбора у нас нет. А какие-то претензии от историков, вот конкретно по содержанию книги были? Ну, допустим, вы там предвзятым образом отбирали материалы для книги, вот те, которые, значит, очерняют одну или другую сторону, не знаю, переврали какие-нибудь документы, или еще что-нибудь, то есть, вот какие-то факты вам приводились? Ну, вы знаете, ну, а как можно привести факты, факты, которые, значит, не факты, а документы, которые приводятся? Они в свободном доступе, мы их взяли в прямой, один к одному, из архивов, и разместили в документах. Мы поэтому не говорим о том, что авторы, конечно, они, так или иначе, они высказывают свою точку зрения, но не читайте эти авторов. Высказывать о том, что многие непрофессионалы, имеют свою точку зрения, ну, это, по крайней мере, глупо, да. Ну, да, конечно, вот как-то, вот нам кажется, что подбор документов был как-то пристрастен. Ну, да, ну, это, в принципе, право авторов, но давайте другие документы. Ну, когда с третьей книгой мы столкнулись, что вообще исследований этого периода практически нету, кроме массовой депортации с 49-го года. Ну, о чем мы тогда говорим? Давайте еще один звонок под занавес эфира примем. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за передачу, Александр. Очень вовательно вас слушал. Хочу задать вопрос. Может быть, покажется, что немножко не по теме, но мне кажется, что все-таки рядом где-то. Вот каково ваше личное мнение? Откуда все эти страсти, вся эта истерика, я бы сказал, по преамбуле? Это что? Попытка реализации каких-то фобий определенной части населения, политиков? Где тут собака зарыта или порылась? Спасибо. Спасибо. Тоже к истории? Ну да. Ну да. Вы знаете, я участвовал в одной дискуссии по преамбуле совершенно, которая прошла две недели назад, и один латыш, который не связан, он не юрист, он просто интересуется, просто пришел, он говорит, вы знаете, говорит, его оценка преамбула, которая входит в противоречие самой Конституции, это как бы издевательство и над Конституцией, и над избирателем, большая часть которых являются латышами. Ну, что здесь сказать, политическая элита, она очень сильно испугалась того, что все-таки произошло этим, этой весной, выборы, о том, что действительно то, чего не было практически четверть века, может измениться прямо сейчас, поменяется, приходят совершенно новые люди, совершенно новые политические силы со своим, со своим убежденным, своим взглядом, в том числе и на историю. И поэтому, чтобы как-то задержаться вот в этом, во всем, попытаться как-то вот изменить, может быть, внести дополнение в ту же Конституцию, чтобы новые политики не смогли бы изменить, внестить вот это вот, потому что попытки внести какое-то ядро, так называемое, о чем говорили, они провалились, эта Конституция этого не предусматривает. Поменять латвийский на латышский, или поменять там, скажем, вот, дать определенный стимул закрепить какие-то эти самые преамбули, но виляет ли собака хвостом, или хвост виляет собак, это большой вопрос об этом. Поэтому я думаю, что вот это попытки преамбул, тем более ее хотят еще туда внести, и тезис оккупации, вот этой вот массой жертвенности. Вот мне поэтому нравятся те латышские националисты, которые говорят, мы националисты потому, что мы хотим развивать Латвию, а мы не националисты от того, что латышу хорошо тогда, когда русскому плохо. Нет. И латыш, и русский должны здесь получить возможность для развития каждой из себя, своей семьи, своей страны, и только тогда мы будем процветающей страной, а не страной массовых иммигрантов для Германии, Ирландии, Франции, Великобритании. Великобритании уже сложнее, учитывая последнее заявление господина Кэмерона. Ну что ж, на этом мы подведем итог сегодня нашей программы. Александр Васильев, директор Балтийского форума, был гостем в программе «Разворот сегодня». Спасибо вам большое. Спасибо. Эфир провели Оксана Антоненко и Вадим Родионов. А помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Мы с вами не прощаемся, вечером встретимся в программе «Войск-контроль». Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком 93,9